На пятничном заседании рабочей группы по вопросам реконструкции очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании собрались представители регионального правительства, руководства РНПК и общественности. В начале обсуждения первый зампред областного правительства Сергей Самохин сообщил, что этот важный для экологии города вопрос находится на постоянном контроле чиновников. Проблема серьезнейшая. Мы все прекрасно понимаем и отдаем отчет тому, что мы делаем. И группа создана была не для того, чтобы мы кого-то представили и попиарили перед камерами, извините, или на страницах газеты, чем пользуются, к великому сожалению, вот некоторые наши представители, а для того, чтобы мы решили проблему. Мне приятно было сегодня услышать из уст наших и руководителей федеральных структур и представителей общественности, что за время работы вот этой рабочей группы, этой комиссии, у нас уменьшилось количество обращений жителей по проблеме. Действительно, я вам просто гарантирую и заявляю абсолютно авторитетно, за этот период уменьшилось количество выбросов, которые мы фиксируем нашими стационарными передвижными постами. Также Сергей Самохин сообщил, что рязанской нефтеперерабатывающей компании все-таки удалось найти необходимые средства на полную реконструкцию очистных сооружений. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся они к 2018 году. Кроме того, рабочая группа по экологии будет проводить постоянно мониторинг атмосферного воздуха в районе Южного промозла. Комиссия проработала год, и за этот год, ну, можно сказать точно, что экология не ухудшилась, по той причине, что основной задачей мы ставили – это мониторинг экологии, да, и в этом направлении экологии города, в этом направлении мы будем и дальше двигаться, вы, наверное, уже слышали, что на следующей неделе мы уже выезжаем на другие предприятия, где будут проходить заседания Комиссии. Также на заседании обсуждался вопрос, прозвучавший в некоторых средствах массовой информации о закрытии РНПК на трехмесячный срок. Первый зампред регионального правительства Сергей Самохин заявил, что если завод остановить, то это не решит, а, напротив, значительно прибавит резание экологических проблем. Он напомнил, что на очистные сооружения РНПК поступают стоки всех промышленных предприятий областного центра. Если компания прекратит работу, будет парализована и вся городская канализационная система. На совещании выступили представители региональных отделений Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и Росздравнадзора. Они отметили, что экологические проблемы в Рязани, как и в любом промышленном городе, существуют, при этом ведется системная работа по их решению. Представители ведомств также подтвердили, что на сегодняшний день никаких оснований для закрытия предприятий, в том числе и нефтеперерабатывающей компании, нет.